Виталий, приветствую тебя! Традиционно, неделя только начинается, мы с тобой прям с нашим с тобой понедельничным эфиром «Технические анализы фундаментальные». Друзья, делимся информацией для вас, подсказываем вам, как можно использовать новостной фонд, технический, чтобы вы вместе с нами глубже оценили общую ситуацию и, может быть, приняли решение какой-то торговой активности. Сделки традиционно со стороны моей, со стороны Виталия, в большей степени они расходятся. В последнее время мы с Виталием довольно часто были едины во мнении и, уж не знаю, совпадение это или нет, и вот эта единая позиция позволяла нам довольно неплохо прогнозировать конкретные изменения, которые происходили с динамикой инструментов. Виталий, я предлагаю начать прямо сразу с демонстрации экрана и первое, на что традиционно хочется обратить внимание, это на американскую валюту. Так, перед вами, друзья, график индекса доллара. Текущие котировки 91.85. Ранее была сделка селстопс уровня 91.90. Мы, в принципе, глубже существенно уходили, 91.30 там было в моменте. Сделка была основана на том, что новые меры экономического стимулирования, которые, кстати, это уже как бы события, свершившиеся. То есть, наконец-таки эти меры экономического стимулирования приняты Конгрессом, подписаны Джо Байденом. Это уже не обязательно проект, а полноценный закон. В эти выходные, насколько я знаю и могу судить, потому что выудить в средствах массовой информации уже стали рассылать чеки на 1400 долларов. Конечно же, этот процесс не быстрый, понадобится какое-то время, но если оценивать тот же самый американский фондовый рынок, он уже на подъеме, уже в эйфории. Даже сегодня мы видели S&P, сейчас чуть позже я пару слов тоже скажу, на фактически новых исторических максимумов, ну, около этих значений. И американский фондовый рынок как раз дисконтирует вот этот тотальный позитив, связанный с тем, что очень много денег к нему, на него вернется, точнее даже поступит, потому что другого сейчас не дано. Ты очень хорошую статистику в прошлый раз подводил, как бы, общественный опрос, мнение, сколько денег будет потрачено и готовы ли инвестировать из вот этих вот повышенных единоразовых выплат снова в ралли фондового рынка на знака S&P и Dow Jones. Я после того, как мы с тобой последний эфир провели, видел аналогичный материал от Deutsche Bank, который считает, что на фондовый рынок примерно поступит около 300 миллиардов долларов. Это, конечно же, много. Если конвертнуть такой эквивалент денежной в текущую капитализацию, можно сказать, что действительно S&P 4000 – это вообще ближайшая остановка, и будут значения еще повыше. Но, опять же, не забывайте, друзья, что чем выше фондовый рынок забирается сейчас на вот этих, по сути, вертолетных деньгах, тем выше как раз риск еще более дутого пузыря, который, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Все они заканчиваются одним – это серьезными распродажами и обвалом. Ну, если бы мы знали с Виталием, когда именно этот разворот произойдет, мы бы, конечно же, с вами эту информацию поделились. Ну, еще не вечер, может быть, удастся нам с тобой рассчитать вот этот потенциальный разворот. Ладно, вернемся к индексу доллара. Я предлагаю ставить вот на что. На этой неделе, пожалуй, главное событие – это заседание Федрезерва. В среду – итоги двухдневного заседания, потом пресс-конференция. Провести хочу аналогию с тем, что мы услышали от Европейского центрального банка на минувшей неделе, когда ЕЦБ увеличил объем выкупа облигаций в рамках экстренной программы помощи экономики в условиях ковида. То есть он, как таковой, не анонсировал прямо, насколько будет увеличен конкретно, но есть лимиты, которые для ЕЦБ действуют – это 60 миллиардов евро в месяц, сейчас эти лимиты подняты. И на вопрос о том, почему, в принципе, ЕЦБ решил поступить сейчас на текущем этапе именно так, ЕЦБ сделал конкретное заявление, что это инструмент и способ борьбы с чрезмерным ростом доходности облигаций. То есть ЕЦБ контролирует кривую доходности. Очень рассчитывал я ранее на то, что ФРС сделает нечто подобное, потому что облигации действительно продолжают троллировать, несмотря ни на что. Даже сегодня мы видим рост доллара, который опирается на рост доходности Трежерис. Они уже находятся, смотрел несколько часов назад на отметке 1,61, может быть, даже сейчас повыше. И очень рассчитываю на то, что ФРС повторит риторику Европейского центрального банка и также сделает заявление о том, что будет вмешиваться в контроль кривой доходности через более высокий ассортимент выкупаемых облигаций. Потому что при таком заявлении, конечно же, повысится мгновенный спрос на облигации и повышение спроса приведет к снижению доходности этих самых Трежерей. Поэтому сделка... Я продолжаю транслировать ту рекомендацию, которую давал ранее, но, в принципе, мы сейчас находимся рядом с уровнями входа в прошлый ордер. Там была отметка 91,90, сейчас 91,80. И ставлю на то, что эту неделю при таком сценарии индекс доллара завершит в районе 91, может быть, даже пониже. Что касается фондового рынка, была сделка buy stop с 3,900. Сейчас мы на отметке 3,940 держим ланги с целями 4,000 и выше. Для тех, кто не заходил ранее в сделку, но сейчас прекрасно понимает и наконец-таки стал осознавать, что новые деньги – это благо, то можно попробовать отбиться от уровня 3,880, как бы перезайти на какого-то срок с целями в районе 4,4,5. И рекомендация, пожалуй, главная до нашего следующего с тобой эфира, до среды – это евро-доллар. Это рекомендация buy limit с уровня 1,1870, сейчас котировки 1,1924. Стоп-лосс на уровне 1,1820 и take profit ждем выше отметки 1,2050. Тоже эта сделка полностью опирается на то, что происходит с индексом американского доллара, а точнее то, что с ним может произойти, если ФРС все-таки вмешается в ситуацию со долговым рынком. Короче, верю я в восстановление рисковых активов, потому что считаю, что раз в ближайшие недели будет ролировать фондовая секция, то в целом валютный риск тоже не должен отставать. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Так, давайте пройдемся по тем активам, которые я в прошлый раз говорил. Они, в принципе, совпадали с твоими активами. Покупка евро, покупка S&P 500. Я был согласен. Они, в принципе, отработали. Также у меня была отдельная, одна рекомендация, которая не отработала. Это канадский доллар, в котором я рассчитывал, что пойдет в мор. Хотя самое интересное, то, что я еще неделю назад шортил данный актив. Планировал его срочно держать, но в какой-то последний момент переверну. Поэтому данный актив не сработал. Стофор был на отметке 1,25,70. Вот за этот минимум, который был. На текущий момент по рынку, что я хотел сказать. В принципе, согласен с своими идеями по поводу индекса доллара и евро-доллара. В принципе, там все валютные пары на сегодня показывают одну картинку, что-то похожее. И сейчас вопрос, что по этим парам рисуется. Это разворот рисуется такой хороший или мы уйдем дальше по тренду. Сейчас сложно сказать, но есть какие-то уже предпосылки в рост по евро-доллару. То есть у нас, если рассчитывать, что на прошлой неделе вот эти три зеленых бара, это был импульс, да. Сейчас у нас идет коррекция, то сейчас неплохие цены для покупок. Но желательно, чтобы мы, допустим, если сегодня протестируем пятничный лоу по евро-доллару, и нужно, чтобы эту дневку выкутили приблизительно как пятничная дневка, чтобы и сегодняшняя аналогично закрылась. Потому что если сегодняшняя закроется где-то там под минимумом, в пятнице, еще ниже, то о Лангах говорить пока сложно будет. Лучше не входить в Морг и подождать, так скажем, закрытия сегодняшней дневки. Так как у нас здесь, возможно, будет вариант, что если та картинка, которая, я думаю, нарисуется, она приблизительно как вот здесь, в конце сентября. Это тоже было такое падение сильное. Импульс, накопление вот три дня вот здесь, и мы дальше пошли неплохо в Ланг. Конечно, еще был один минимум, только дальше среднесрочный такой Ланг. Аналогично здесь мы можем уйти в Ланг достаточно сильно вверх. Но нам нужно не переписать вот этот минимум. И по поводу твоей лимитки, ты ее, конечно, достаточно низко поставил, там где-то в районе, я думаю, что если здесь Ланг, то туда цена не сходит, не должна сходить, потому что она может, в принципе, это тоже позволительно, когда идет коррекция процентов 80, это позволительно, да, но оно будет как-то уже сильно повыдвежьем. Поэтому я как-то думаю, что цена бы не должна уходить, ну там, возможно, там какой-то прокол ниже пятничного минимума, и все, как-то вот так. Ну и желательно, чтобы мы сегодня выкупали эту дневку и не зажимали. Поэтому как-то вот так по евро-доллару думаю. Возможно ли с текущих покупать, не ждя, как закроется сегодняшняя дневка? В принципе, да, но риски нужно соблюдать, так как если мы провалимся сегодня, закроемся где-то вот здесь, ниже пятничного минимума, то я думаю, здесь о Лангах будет сложно говорить. Обязательно риск. И если мы здесь еще что-то нарисуем, там на сегодня понедельник, вторник, среда, да, там уже будет больше информации, уже точно можно будет сказать, получится ли здесь хороший Ланг по данному активу. А здесь, в принципе, соотношение может быть, там, пунктов 50 на 400, то есть если этот лог реально реализуется, то 1,10 в течение какого-то определенного времени. Аналогично индекс доллара, то же самое, в принципе, там, новозеландский доллар, австралийский доллар, фунт-доллар. Картинки одинаковые практически. Ну, я пока вот так по евро-доллару. Дальше. Ну и по S&P 500, да, возможно, мы продолжим движение наверх, но вот, скажем, ты сказал такую фразу, что мы не знаем точку выхода, точку шарта, да. Да, ее сложно определить. Вот в 20-м году весной я как-то определил там, ну, там, скажем, с интервалом месяц-два, что пойдет обвал, он пошел. На текущий момент мы достаточно долго растем, конечно, много денег вливает, но рекомендация такая, скажем, что лучше находиться вне ланга по данному активу, потому что если кто-то закупит там, ну, условно, S&P 500 или там разные акции, то когда пойдет обвал, он уже не сможет с этого рынка выйти, условно, если там торгуя без стопа на акциях, да, потому что большинство акций это будет там среднесрочно, долгосрочно. Надеюсь, что да, это очередная коррекция и сложно сейчас, я бы сказал, ловить еще какие-то там 5-10% роста с учетом на то, что можно попасть на просадку там 50%. Так, это все, да, все идеи? Понял. Так, ну что, Виталий, спасибо тебе большое. Следим, как и всегда. Следующий эфир как раз в день подведения итогов американского регулятора. Еще раз, вероятно, будет правильно обсудить, что у нас там будет по доллару к среде. Ну, рассчитываю все-таки на восстановление риска и на то, что по индексу мы еще увидим локальные лоу. Спасибо тебе за мнение и до среды. Пока. Пока.